Светлана Добровольская, жительница осаждённого Севастополя, принимала участие в съёмках фильма. О периоде второй обороны города рассказывается слезами на глазах. Говорит, страшное было время. Обо всём случившемся с ней и её семьёй в те годы женщина даже написала книгу «Сталь и нежность». Самый страшный день был, самый страшный. Был 19 июня, когда немцы поливали нас сверху нефтью. Бросали зажигательные бомбы. Они раньше бросали бомбы только ночью зажигательные. А то бросали зажигательные бомбы, и все деревья в городе загорелись. Хорошо помнят события того времени и Антонина Деева. Говорит, какими бы правдивыми ни были фильмы о войне, всё равно невозможно передать всё, что пришлось пережить людям в те годы. Я жила на окраине города Матюшенко, наш район. И когда бомбили нашу Матюшенко, то мы, потому что здесь от нас недалеко была 35-я батарея, с 35-й батареи маме привозили стирать вещи окровавленные. Мы, дети, сворачивали бинты, клубки сворачивали уже подстиранные. Показ фильма «Севастопольский вальс» предваряет одноимённая песня в исполнении советского эстрадного и оперного певца Георга Отца. Музыку к знаменитой песне «Севастопольский вальс» в 1955 году написал композитор Константин Листов. А в 2016-м его правнучка, тележурналист Елизавета Листова, сняла документальный фильм, который назвала точно так же. По словам автора, лента повествует о второй обороне города-героя, его защитниках, а также о тех испытаниях, которые выпали на долю мирных жителей Севастополя. Я с удовольствием продолжила дело своего прадеда, поскольку для него Севастополь был абсолютно особенным городом. Город, который он горячо любил. Город, о котором он мне рассказывал с детства. И я выросла со словом «Севастополь». Это было слово из моего детского лексикона. Содействие в съёмках фильма творческой группе НТВ оказали и сотрудники историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея». Больше года назад Елизавета и её творческая группа НТВ обратились в законодательное собрание Севастополя. Тогда руководил ЧАЛ Алексей Михайлович с просьбой оказать содействие в съёмках фильма в Севастополе. И Алексей Михайлович поручил нам «35-я батарея» оказать всяческое содействие, что мы постарались и сделать. Премьерный показ фильма «Севастопольский вальс» прошёл на телеканале НТВ 9 мая 2016-го. А накануне 75-й годовщины начала Второй обороны города севастопольцы смогли впервые увидеть картину на большом экране. Святослав Данилов, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя.